всем привет с вами своя варима продолжаем проходить бесконечное лето мод под названием тут за старской звездам сейчас у нас идет четвертый день 4 день полного же полных непонятий полного принта сказать ревность от слави чем был предыдущим так сказать не дошел от четвертого дня мы узнали причину потом неожиданных прикол в том что слоя позвала лену как помощь лодочной станции но вместо того чтобы она вместо помощи она его его на ее отругала чтобы подходила к нашему эти к ревнивая о чем прикол так ну как говорится давайте мы продолжим говори все насчет было бесполезно она была на пике эмоции единственным приемлемым вариантом мне казалось немного подождать какая-то боль утихнет и уже потом без истерик спокойно все обсудить с веной процессе переживаний я не заметил что моя голова вновь разболелась сначала виновника было за обозначен не сложившийся разговор но даже потом когда я чуть посидела взялся в руки но окружение исчезала как и вчера я чувствовал что теряя связь с реальностью веку я не отрубился на строго высоты 1921 года арест членов когда чп и и вот и Вот любят уже мешать туда не надо, ну и же это, ладно. Ммм... Когда создание вернулось ко мне, я обнаружил себя в домике вожатые, и как в прошлый раз, надо мной во всё хлопотали. Как уже поменялись другие персонажи, так хлопотаясь. Ну, Ольга Петра осталась, но это ладно. Эдвард, очнулся. Ты снова в ломах упал. Да что ты! Что-то, наверное, приключилось. Я посмотрю на Мико Талиш, тихонько помотал, говорю, значит, я ничего не говорил вожатое произошедшее. Умная девочка. Не знаю, сидели, сидел, и темнота. Скажи, что-то странно, что происходит. А вот тут ты права. Сначала закидывать в прошлое, а теперь оба арки эти постоянные. Вот там. Вдруг снаружи раздался оглушительный грохот, словно бы мне кто-то надел в ногу кастрюлю, а затем состил дурью, врезал по ней в половник... ...половником... ...половником от неожиданности я подскочу на месте. Что это? Успокойся. Все лишь гром. Похоже, дождь надвигается. Слышите? Между тем я осознал, что нахожусь в самом логове врага. Видимо, до Мико Ту тоже только что дошла эта мысль, и она посмотрела на вожата с плохо прикрытым раздражением. А с двоя она-одна, когда есть и не сейчас. Ольга Дмитриевна, я не знаю, для чего вы делаете все это, но должен сказать, что эффекты вы достигли громоподобного. Громоподобного. Ты о чем это? Вы не понимаете? Хорошо, отвечу. Я оленя. Мико не выдержала нас. Чуть-чуть прибавила тон. Для чего заставить славяну так над ней не издеваться? Что такое олено вам плохое сделало? Я заставил славяну издеваться над... Так. Я требую объяснить, что это все означает. Мы с Мико переглянулись, и я выложил вожату все, что знала, о чем догадывался. Я хотел припереть ее к стене с тем, чтобы потом заставить как минимум извиниться за свое поведение. Но глаза у Гадмита округлись по мере нашего рассказа. Было видно невооруженным глазом, что она не придуривается. Когда я закончил говорить, ну, на вожатой вовсе не было лица. Меда накинув печальным взором сначала меня, а потом Нику, Ольга Дмитриевна тяжелая походка подошла к своей кровати и присела на край. Если вы сейчас шутите, то лучше сразу. Вам не видно, что я шучу? Да нет, не видно. Ольга Дмитриевна, что с вами? Говорили мне в райкоме перед сменой. Осторожнее быть с Виолетой. Не послушал. Теперь обход. Так что происходит-то? Может, объясните? Следующие 10 минут вожают рассказанным историю, которую попробую доложить в сюжет какой-нибудь детектива. Или мелодрамы. Но в силе он не силен в жанровом изобилии. Оказывается, Виета Церна поставлена руководителем Минпунктом Савенка. На самом деле, имея куда большие амбиции. Одна из работниц местного райкома, с которой Ольга Дмитриевна хорошо зналась. Неоднократно предубежал я о том, что докторица молдит воду на постой за спиной у всех. Что она при помощи своих связей в научной среде дошла едва ли не до республиканского руководства, целью взятшившего над лагерем. Савенок был обозначен едва ли не как перспективная всесоюзная здравница, которая в условиях перестройки для сохранения порядка требовалась в более жесткой руках. Ольга Дмитриевна уже, по ее мнению, с этим делом не справлялась. А вот беда. Эстонка в его по национальным соображениям не годилась руководителям эстонского же лагеря. Ему был нужен русский управляющий, на то была особая воля соответствующих кураторов из Москвы. Вожата об этих инструкциях знала, но даже если бы их не было, то она не стала всерьез принимать подобные слухи. Они с Фиолетой Церриной работали вместе едва ли не с момента открытия лагеря и считают друг друга лучшими подругами, с которыми просто нечего делить. Прикрываясь такой удобной для себя позицией, она также пропустила мимо ушей информацию о том, что кто-то из больших чиновников расставил под действием Чар Цербера и согласился организовать кадровую перестановку в Савенке, если бы там в очередной смене обнаружилось бы какое-то нарушение. Было достаточно самой легкой невинности, которую он обещал раздуть в доселенской масштабах, хотя бы на замену не только у Людмитры, но и всего руководства Райкома. А учитывая стремление эстонцев к независимости, то назначение эстонки на должность вожата в лагерь могло выглядеть как брошенная кость, мол, держите и заткнитесь в конце концов. Так что, вероятно, успеха плана Вио возрастало еще больше. И, похоже, что Виолетова уверена в своей победе. Для пущей верности подключил к своим делам славю. Ее впутать легче легкого, если стоит вопрос о партийном задании. Она же спит и видит себя в рамках первых ее рядах. Но почему не взялись именно Зарина? Ведь даже с тобой, Эд, у них бы все получилось намного проще. Межнациональный вопрос поднять, и все тут горячо, актуально. «Они взялись за нас обои. Конфликт между русскими эстонкой – идеальный подлив вашей заменой из-за профнепригодности. Не выявили проблемы, не решили ли вовремя. Вот и повод для снятия с должности». Вожата задумалась. Потом посмотрел на нас Мику. Почти что жалобно. «Ребята, я надеюсь, вы видите, что я тут ни сном, ни духа. Когда мы с Эдом вчера вечером говорили о медпункте, мне еще показалось странно, что Виолетов именно Лена выбрала такую работу. Утром как-то я не задумалась особо, я согласилась с дуру. Но я ведь даже предложить не могу, а что... Ладно. Ольга Дмитрина тяжело вздохнула и замолчала. Я же видел, что она не просто честная и откровенно. Ну и разговаривать с нами, как со взрослыми людьми, а не с детьми. Да, я был неправ, Ольга Дмитрина. Простите меня, пожалуйста. Вожа посмотрела на меня с грустной улыбкой. Видишь, как все оборачивается. Ты приехал отдохнуть, а в итоге попал в такую вот историю. Я убью нахуй, я автора этого. Я убью нахуй. Будет что домой везти, это точно. А что он делает, то теперь? Честно говоря, я пока не знаю. Ну, что-то точно понятно. Нужно по возможности успокоить Лену и дать и понять, что все это одно огромное недоразумение. Которому она не виновата. Потому что, как я поняла, она все сказанное в ее адресе воспринялась серьезно. Более чем. Ну вот, Эд, Мико, вы же ее самые близкие друзья. Так что поручаю вам это дело. Ну а я пока подумаю, как мне бы со Славей и Виолеттой. Я не потеплю в своем лагере существование тайных сговоров за моей спиной. И, может быть, уверены, никогда не стану их частью. Так ведь мы с вами только что сами заговор построили против другого заговора. Это хороший заговор. Против плохого заговора. Это другое. Не без этого. Эд, ты даже себя плохо чувствуешь. Как ты будешь... Не беспокойтесь, я буду рядом. Помогу, если что. Ну, тогда договорились. Спасибо. И давайте условимся, что все прозвучавшие здесь останется только в этих стенах. Больше ни одна живая душа не должна знать о том, о чем мы знаем мы. По крайней мере, пока. Если вдруг увидите Славию и Виолетту, веди себя естественно. Ни в коем случае не провоцируйте их на саморазоблачение. Мы пока не знаем до конца, действуют ли они только вдвоем. Или же у них есть тут еще союзники. Потому что руки Виолетты и вправду загребущие. Она в понимании вы раскинуть сети намного дальше, чем мы можем себе представить. Особо в новых условиях. Когда позиция эстонцев тут крепнет день ото дня. А человек ради достижения своей цели и вовсе не остановится ни перед чем. Мы будем осторожны. Ну и вы тоже. Обещаю. Угу. Ну то, что стало немного легче. Вожат оказался на свету стране. А значит, что наши шансы на благополучное разрешение ситуации выросли. Ну где же нам искать Лену? Лагерь большой. А Лена одна. Искать мы ее будем долго. А делать это надо по возможности быстрее. Хотя... А зачем нам действовать в одиночку? Не пережай. Кажется, я знаю, что нам делать. Влад? Вандер? Вы тут? А где же нам еще быть? Чем делать? Отпустив ненужные подробности, я рассказываю им все о случившемся с Леной. Я правильно понимаю, что ты остались из спортивной организации, переделываешь поисковый отряд постепенно? Мы универсальная мегапрофильная компания. Проблем нет никаких. Соберем, соберемся, поищем. Единственное, там дождь собирается. Ты уверен, что... Лена сейчас черт знает где. И черт его знает, что с ней может произойти. Или прямо в данный момент происходит, пока мы тут языками чешем ни о чем. Я думаю, что дождь нас сейчас должен волновать в самую последнюю очередь. Может быть, слайд подключить? Нет. Ни в коем случае. Почему? Скажем так. В том, что произошло, косвенно есть и ее вина. Так что лучше бы ее к этому делу не привлекать. Уверен. Мы справимся самостоятельно. О, ну, раз такое дело, то да, ладно, справимся. Конечно. Можно даже не переживать. Радо, что прочесать весь влаги понадобится время. Тебя мы пару часов искали и то нашли. Можно сказать, по чистой случайности. У меня есть пара мыслей, где Лена может быть. Начнем с этих объектов. Скорее всего, мы найдем ее там. Если же нет, ну, будем искать дальше, что делать. Ворято, Лена будет в этот раз оригинальничать и искать новое место для пряток. А хотя, кто ее знает. Человек в горе способен на многие глупости. Очень хотелось верить, что Лена не будет глупить и даст мне шанс исправить то, в чем я был не видоват. Или все же был. Пока мы суждали план действия, природа решила перейти от угроз к действию. И к тому моменту, как мы вышли на улицу, нещадно христал дождь. Но все понимали, что сухеньким из воды, в буквальном смысле, не удастся выйти никому. Поэтому никто не дрогнул. Подождите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда же еще закаляться и с ней летом? Микки, ты не обязан идти с нами мокнуть. Иди к себе в домик и... Приму вот уже. Как я Леночку брошу? Я с тобой и точка. Было приятно слышать, что меня не бросают трудминуту, поэтому я не стал настаивать на своем и просто молча кинул. Идем искать на пустевшую площадь, которая отчего-то просрывала к чертям собачьим все буржуазные фаги. Астралис наконец-то собрались вместе, чтобы затем поделить между собой зоны поиска. Ванда и Влад отправились в лес, осмотреть поляну и то место, где мы впервые поговорили с Леной. Ангелина вызвалась посетить библиотеку Мидпункта. Меня с трепетом спросили, не следует ли кому-то отправиться к преснопамятному заброшенному корпусу? Но я отрицент покачал головой, Лена была подавлена и расстроена. Но назвать ее безумным у меня не поворачивался язык. Несмотря на это, в голове появилась отметка исследовать старый корпус, если Лена нигде не обнаружится. Если вдруг кто-то из вас встретит славе, по возможности старайтесь сбегать с необщины. И уж тем более рассказывать, чем мы тут занимаемся под проявленным дождем. Чуть чего все читали? Надеюсь. Вот давайте устроим славе нечто вроде бойкота. Это я не понимаю, почему я поставил табу на змеи действия самой примерной пионеркой Савенка. Но спориться мы не стали. Наверное, мои налитые бешенством глаза выступили в роли Минздрава, который предупреждал дальнейшее обсуждение тем повредит вашему здоровью. Пожалуй, друг другу удачи. Осталось разберись по лагерю. Но на площади мы остались лишь мы с Мику. Точно верю, что не знаешь, где может быть Лена. Все же ты ее намного дольше, меня знаешь и... Честно, честно, не знаю. Я впервые вижу ее такой расстроенный. Так что, если бы знал, то сразу бы... Тише, тише, прости. Я тебе верю. Тут девочка оживилась. Постой. А помнишь, мы с тобой и Лена сцены разговариваем. Мы там с ней помирились еще. Что помню. Мы не так много общались за все это время. Но однажды мы с ней немножко поссорились. И я ее тоже целый день не видел. А вечером, когда я расстроенно шла с Уженом в доме, то увидел ее на площади на скамейке, где мы с ней впервые встретились и познакомились. Она сидела там и тоже очень сильно грустила. Может быть, ее тянет туда, где ей больше хорошо? Да, возможно, она сейчас сидит у сцены, где мы так хорошо общались вместе. У МИС, конечно, хорошая, но в том направлении уже пошла Ангелина, если Лена действительно та. Я хочу, чтобы Лена нашли именно мы. Потому что у нас лучше получится ее успокоить, чем у кого-либо еще. Мику был права. Ангелина обнаружила Лена, вряд ли смогла бы на нее повлиять должным образом. А вот нам могло повезти намного больше. Хорошо, давай тогда побежали к сцене. Но я там нет. Однако, сцены мы никого не обнаружили. Лишь по пути к ним нам встретилась Ангелина, отрапортовавшая, что в медпункте, кроме сервера, никого нет, а библиотека и вовсе закрыта. Чтобы Женя дождь оставил не работать. Странно. Очень странно. Но строить новую теорию заговора не было ни времени, ни желания. Сообщив о своем желании смотреть прибрежную зону, Ангелина оставила нас в Мику. Мой напарник тем временем пригорюнился и пересел на ту самую скамейку, где мы занимались в ту великолепную ночь, наполненную позитивом и радостью. Он попросил прощения за неправильную наводку. Как я мог обвинять ее сейчас в чем-то? Мику действительно хотел помочь. Идея ведь в целом была правильная, но делать было нечем. Поиски следовало продолжать. Мне причем-то казалось, что Лена скрывается в лесу, в своем укромном месте, а потом сильно рассчитывал на то, что ее обнаружат ребят из редколлегии. Не знаю почему, но им я доверял как-то больше, чем остальным из Астралис. Дождь между тем все усилился. Молнии сверкали все чаще, гром гремел все громче. От каждого раскатывая Мику здравия, хотя и без этого все трясло. То ли прохлады, откуда же сынка, то ли запереживание подруги. Я тоже дрожал. Что называется, по совокупности причин и все больше жалел. Жалел, что девочка участвует во всем этом. Но я в глазах не читал с ним и намека на желание сдаться и уйти в теплый домик. Это кресло на хотел пронести вместе со всеми на равных условиях. Кажется, Мику несколько раз спросил мне, долго ли мы будем бездельничать и сидеть у сына под дождем. И все эти разы я отвечал, что вот-вот, пойдем искать Лену дальше. Хотя я не имею ни малейшего понятия, куда идти и что делать. Очищение, собственно, бесстелья, оно взахлестнуло мне. Как всегда, не вовремя. Но я уже обратил внимание, что ему особо без разницы, удобно ли тебе или нет отпускать руки. Оно просто приходит, ставит тебя перед фактом и живи с этим как хочешь. У нас возникло жуткое желание пустить слезу, да и ремень позволил бы сделать это скрыто. Я чувствую, что возложенная на нас миссия и близится статусу невыполнима. Мы сидели на холоде, промокши как черти. А на успех не было и намека. Никто не возвращался с хорошими новостями. Хотя, наверное, просто не могли найти нас. Поэтому я взял Мику за руку и повел ее на площадь. Расстроена дана нельзя, девочка даже не пыталась сопротивляться. Возвращение Влада и Вандера я сильно ждал, но никак не ожидал, что не пойдут с пустыми руками. Лены не было нигде. В прошлый раз все решилось довольно просто. Девочка работала по поручению, догадаться поискать ее в медмокте, в конце концов, было не так трудно. Теперь же, когда такого удобного решения ситуации не было, я терялся в догадках. Лена выбрала не ГИС. Где-то до этого успешно опряталась от осех. Не библиотеку в книге, в которой можно было потеряться на многие часы. Не лодочную станцию, хотя на месте просыпления, как правило, всегда тянет маньяков и душевных мазохистов. И даже чертов мидпункт, который я бы своими руками сжег со всеми его персонала. Если бы не дождь, этот раз не наградил меня долгожданным обнаружением пропажи. Но вместе с тем, что... Но вместе с тем, все не возвращалась Ангерина. Я тебе доволосил тут был рукой подать. А впрочем... Нет, вот она бежит к нам. Бежит! Запыханный девушек сообщил мне то, от чего сердце забилось чаще. Лена была на пляже. В основном, сбившееся было дыхание, побогорел всех за поиск и распустил Астралис по домам. Сообщил, что дальше действовать буду один. Мико, сейчас не сплостена. Пожалуйста, иди в свой домик и жди нас с Леной. Эдя, а ты уверен, что моя помощь... Поверь! Я знаю, что делаю. И жди у нас у себя. Мы придем замерзшие. Так что нам надо будет согреться. Если мы не вернемся через час, скажи Ольга Дмитриевна, что мы на пляже. Пусть не переживают за нас. Блин, конечно, это наушники что-то... Не знаю, почему я отмерил себе час на совершение настоящего дискуссного подвига. Но я буду четко настроен и закончить весь этот бред в самое ближайшее время. Тянуть сутками больше неба мочи. Панас идет и эта музыка. Нагнетает она. Молода лозерки пела не на шутку. Раз за разом накатывает берег не хуже морской волны. Солнце было полностью скрыто за каменными облаками и все вокруг было в полумраке. Но поникший от воды фиолетовый хвостик и тем не менее я каким-то чудом разглядел уже издалека. Я наследила на большом камне, глядя на водную гладь, в которой то и дело падали дождевыми и теоретами. С тех сторон я на несчастных хреста у Ливии, но девочкой я нам было все равно. Я остановился у входа на пляж так, чтобы меня нельзя было заметить. И вытер, стекавшись оба в воду. Ты предстояла определиться с тем, как себя вести с Лены, что говорить и как вообще. Девочка вдруг встала, оборвав мою подготовку к предстоящему разговору, затаив дыхание, смотря на то, как она срезает камни на песок, как берет этот самый камень в руки. Как покачавшись под действием тяжести, делать нерешительно срочный шаг второй, третий, в сторону озера? Та-та-та-та-та-та-та! Что ещё за новости такие? Что ты задумывал о чём тебя дери? Не помню себя, а сломял губ, а бежал в сторону Лены, которая всё продолжала свой путь. Наверное, я бежал очень громко. шипы в пище наверное бежал очень громко или что кричал уже не помню потому что какой-то момент девочка стоя уже по коленам воде вдруг остановился чуть повергло в мою сторону пена не смей мать твою вот момента подскочил к ней крепко хотел затощить и как крепко вытянуть за дык до берег а броненый камень же ушел на дно я не ожидал веро вероломного нападения сзади поэтому оказавшись на берегу потерял на весь рухнул на песок я склонился на ней чтобы держать ее от совершения других необдуманных поступков но девочка казалось куда проворнее и повалил меня затем скачив и бешеным за и посмотрят на нежеланного спасителя слада какой черт тут девушка я же сказать мир я задыхался от внезапного бега еще больше от меня поэтому себя не сдерживаю то охренелась о тем что ли дуру ненормально башни затем совоку вообще понимаю что сейчас погло натворить и но я на смутил такой конор с моей стороны поскольку я россии в глазах тут же сменилась на своим обычным состоянием апатии безразличен ко всему товарищем товарищем себя на круг ты как хотел что могла натворить то есть ты считаешь это нормально то что ты делаешь эти то что вроде бы совсем глупого пост но при турнике при турнике ответ который бою устроил ты сказал мне что больше не хочешь не бить говорить со мной из-за из-за того что тебе налогичный сан сан сказала славя а вот ты все-таки знаешь что она мне сказала а какая разница ну давай предположим что мне был крайне неловко того же как мы поговорить за завтраком потом пошел к вам чтобы поменять с собой и тут думаешь я поверю это мне все равно веришь ты мне или нет но вот что-то ты должна поверить так это в то что я никому не позволь причинить тебе полька или как это обидеть я ненавижу свою горету за то что они делали с тобой все это время и она поныли угол вздохнула себе себе даже пример не представляет что не делается но все это время так расскажи мне это полагание использует идеологические моменты очень матерские использовали говорит что наши с собой отношения ты сам настоящее расстреление молодежи которая покупна пагубно отразится на судьбе лагеря да еще с русским это лучше бы мне вообще забыть тут такой и как тебя звать грязи проблему на и он грязи проблемы и на учебе говорит что папе карьеру поломать если мы с тобой немедленно не прекратим общение она дождь обильно катился по нашим лицам поэтому сложно понять плач ли кто-то из нас или нет ну слышу голос лена я бы готов покляться что девочка заплакал хоть и старалась крыть эмоции насколько это было возможно получалось не очень это кисло сладость ни от кого никогда не слышал думать горються я прямо там на станции я и подумать могла что своим может быть такой такой я-то трону долины я дотрону долины линии на руки она взрогнула и тут же отернул ее и чё тут думал то есть ты решил утопиться и оставить родителей друзей погоревать по тебе всю оставшуюся жизнь только потому что эти две твари иначе хотеть от тебя чего-то значит хотеть ты хоть отдаленно представляешь на как не этого начали хотеть что говорили как хочет скажет тебе что идеологическому минуту вообще не играть никакой роли если мы виной банальной арены со стороны славе я замолчала не понимаешь посмотрел на меня а то есть сайте ничего не сказала на санкции не сказал чего того что произошло подсапки кубок кирбин этиков реально тоже применила с лица что не так знаем садами домогалось там хотела мне совратить спровоцирует агентинные моменты да назови как хочешь девочка медля приоткрыл рот и удивленно посмотрел на меня я смотрю на с вызовом солна спрашиваю а как я тебе не ожидал а как я тебе не ожидал только порта да думаю дальше произошел вот что после того как у нее ничего не получилось на пошла медпункт верите который предварительно зарезервировал тебя на вечер и сказала чтобы она собой хорошенько общалась в этом направлении скорее всего она вызвать тебя намного раньше ужина и тут же принимать отсчитывать дуба что я я их стекся не решился продолжить первоначальную мысль что я не променяю тебя на славе вот там и был их план сделать так чтобы я сделал выбор в пользу русской славе и забыл тебя точно так же как ты должна была забыть меня я снова взял вернуть за руку на этот раз она никак не отреагировали то продолжая пожрать мне глазами теперь ты понимаешь что и глубоко плевать на коммунистические тогмы и моральный облик соленка сайт тупо хотела раз рассорить нас то больше потом мы с ней сблизились стали ну ты поняла мы были надо задрожали она крепче жала мою руку и взгляд сделался печальным 8 секунд заметил как из-за глаз потекли слезы оказывается дождь небо помеха и чтобы увидеть это наконец-то вопрос решетные эти суки от нас ничего не сделают аллилуйя планок чему-то ничего не сказал вчера в медпункте или за завтраком потому что растерялся и не знаю как быть даю стыдно было как-то если честно ведь мораль же все такое ну поверь если бы тогда я хотел бы примерно знал что на самом где происходит я бы сию секунду начал бить в колокола даже не за подрос ничего клеится девочка подумаешь и ничего не понимаешь сайт она она это каус от нехватки сов она из она словно хотел донести даме какую-то очень важную мысль но по каким-то причинам не могла наконец она оставила эти бесплотные плотно попытки закрывали ца руками вот чего чуть опустила ладони и посмотрел на меня то есть получается что со просто напросто хотела лишь молча ким но позволяя не заканчивать фразу которая без ножа резал ее душу приехал какой-то лихой миха сбрех на какой-то и ходи как будто портит власть людей что что да так сурово еще что что-то влияние вновь переменилась можно чувствовать отчуждение или ненависти которые она так старательно демонстратировать демонстратировала в домике место это было а чтобы понимание сочувствие или же что еще я думаю нам с тобой надо просто выбросить все из головы и идя я вздохнул эти неожиданно пошел на их экспорт понимаю что сейчас произошло я надеюсь что не укрепил тебя в твоей решимости не говоря больше ни слова ли нам до подошла тоже раз ко мне уткнулся лицом грудь следующий секунду я начали начали сотрясать безудержное рыдание это я сделал то что мы она нужно было сделать уже давно крепко обниму девочку начав поглажьте и мокрые волосы и еле сдерживая себя чтобы не начать целовать ее заплаканное лицо наконец рынка маленьком а я ничего ты в самом деле она же прижималась ко мне с такой силой суммы бы хотел впиться меня и плакала все сильнее даже я дура неделю прости меня есть сможет за то что я тебе говорю боже лена я же все понимаю прекрасно я не обижаюсь ну я был смущен да нельзя конечно была мысль на успеха сговора и на то что мы хоть как-то наладим общение после случившегося дня сзади ну чтобы она пройдет перешел на качество иной уровень этому жесть меня не готовила поэтому все что я мог сделать это прижимать тебе резко ставшими человеком и не клюже утешать его банальными фразами в этот момент я был готов сделать все возможное чтобы эта бедная девочка больше никогда не проходила через этот ад который устроил в эти дни и ради это я делал что угодно убил бы кого угодно но вместе с тем я торжествовал победу не славе не цеперу со всеми и планами и связи не удалось то но что не так рассчитывали оторвать от меня леду сделать ее чужим для меня человека это была победа двух подростков над целой бюрократической системой вполне могли собой гордиться я думаю нам надо найти место по суше и обо всем спокойно говорить что думаешь да 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 только не гоник может сейчас произошло если папа узнает не хочу делать ему больно это будет наши тайны но и ты обещай что больше никогда не попытаешься я носу поняла бестов и пообещал что больше никогда ну и слава богу про трогшие вымокшие до нитки мысли наконец-то добрысь до их мику домика каждого нас сидя на своей кровати закутавшись головой в одеяло укрепление несколько формы висел на стуле есть она будет вообще без ничего это чешок контент блять называется будет нас нику ту же скачал и бросилась нам на встречу пожалуйста только дать будет я прошу тебе два подавить вопроса мы очень стали замерзли фу слава богу блять да да конечно минку и сейчас мику погасил свет чтобы не сильно резаным глаза заметены и короткие джинсовые шорты явные советского производства претворное влияние запада хотя учитывая что мику не совсем советский человек джинси и даже шли больше чем стандартная юбка я старательно закутывали на воде я вас делаю с ее кровати и кожа подошел к но и протянул мне свое дело и что забери не нужно или без разговора если без уже вы только пришли околел я впраду знатно поэтому долго отпираться не стала старательно обмотался всех сторон одеялом погранув его другой сухой стороной помогло не очень согреть помогло не очень скрыться до спустя время но своеобразная атмосфера уюта это все равно создавала если на ленину кровать дрожавший от холода и внутренние боли девочка тут же прижалась ко мне и хуже села на 100 рядом с нами и внимательно смотрим то на лену она меня вода просто не выдержит никогда не убила низким откровенничать только сынки измени изменился им прицепом и вот что произошло все шли из глаз следы но она дрожать в косно чего нику помнишь как мы с тобой поругались первую неделю конечно до сих пор вспоминаю и кросс становится мне было очень грустно то во первой моей жизни человека с которыми не просто здорово спрощалась но и в целом разговаривал на многие темы это был первый опыт контакта с незаконным человеком когда мы только поссорились я чувствую очень плохо помню как сидел на улице почти что ревел в книгу но ко мне тут подошла медсестра и мягко так спросил что сам случилось я нажал на посмотрел на меня уши как я тебе группа ответил до ночи что у меня спасет то же самое что туда спросил медсестра еще тем же самым доверен доверительным тоном ошибался и отвергнуть тебя когда себе за это неправильно не прощу значит она просто нас агрозит того чтобы сказать так же как и вела ну конечно глупость зашкаливать ну шо поделать немного помолочав она продолжила ненавижу не вызвала что ли еще называется мы пошли к ней чаем угостил конфеты и только обстановка сдал что не могла не открыться и рассказала ей все все о себе том числе и в общем много чего мне сразу так легко стал целом не сделали операцию после многих лет мучений и наконец-то смогла свободно вздохнуть понесла держать все себе не всегда правильным иногда все же надо кому-то выговориться где все было хорошо мику подтвердит да ты тогда улыбался очень часто вот но потом теряв слезы принял серьезный вид девочка продолжила а также медсестра позвала меня к себе и сказал что рассчитан на мой ответ на помощь она спросила мне нравится мне и мне в лагере а потом сказал что он может стать еще лучше но только если вожата станет именно она а не ольга пинтона меня обещала сделать своей помощницей и говорила что я могу есть сюда каждое лето единство что она просила это против делать так чтобы чтобы ольга пинтона совершил какой-нибудь косяк за которым она может следить должности да откуда ты знаешь мы сажают сами поняли это буквально пару часов назад разумеется отказалась погибнет она так признательной была за то что она смогла пробить мне путевку сюда пока не получилось ничего это бы сейчас пошел против нее им бы я стал в глазах там если жутко рассердилась и я так не поняла что именно так и сказал ну вроде как не пообещала проблемы вообще проблема девочка привалась собирая смысле все это время мику посевших книга на кровать глади и по руке я же не принимаю никаких действий боялась снова сделать что-то не так если не будет нужно думала смея она сама проектница тел а мне пока не стоило и недели жила страхи что мне начнут отнестить за мой отказ не могла спать ночами боялась каждую кто вдруг говорил со мной о чем-то бы то ни было и влаги была совершенно одна без папы все меня ником даже тебе я не могла доверять доверять полностью дома что миссис то вполне можешь воспользоваться тем что ты живешь вместе со мной подгадок подговорить еночка солнышко как много только подумать обо мне сопли дай и на это растрога не она вновь не сдержалась твоем будка не говорить микки а еще сто раз извини за то что какой дура было все это время я решил со сторона приобнять девочку за плечи она не осталась протираться лишь перевал на мне печальный взгляд все хорошо не могла знать тогда кто на твоей стороне кто против тебя но должна была знать должна была подправить свои интуиции и забыть о своих принципах там где они действительно надо было забыть а я что было дальше дальше подальше открыл для себя эту поляну воды поняла что только там я могу счастья в безопасности там не не кружают пионеры каждый из них мог оказаться засасанную минуту единии были самым желаемым каждый день и не счищал радости от купания от солнца тепла от прогулок по лагерю каждую-то я просыпаюсь мысли о том как бы быстрее пережить этот день и отправиться в лес чтобы попасть одной очень хотелось поскорее вернуться домой папе ускорить все изменилось это пожил в тот вечер когда строить с тобой иди поясе забилось чаще впервые с момент того разговора с медсестрой кто-то совершенно посторонний интересов с моим состоянием это я уже не знаю кому есть тем более те влаги и раньше не видео под мой получился на собой все так как получилось принципе уже можно было продолжать я уловил суть мысли которая объясняла буквально все он в ленинном поведении раз обжегшись с откровением ли лена отныне вовсе не горел желанием края душу кому-либо еще такое простое объяснение закрытости которые я собственно предполагал самого начала но через какую более обиду мне пришлось пройти чтобы искренне понять и принять такую за открыть закрытость это шо это только сейчас я видел как или не было тяжело вспоминать дела в минувшие дни но вместе с тем мы смеку понимали что девочки было крайне важно выговориться поэтому продолжаю сушить ее не перебивая это не стало и в какой-то момент начал заниматься первоначальных выводов то есть с этим не так как вел бы себя пас посланник от медсестры жажми не нагадить наоборот ты постоянно хотел помочь не просто хотел а помогал на самом деле его выходил сторону когда понимал что это необходимо вот как на вот как иногда важные стоят на своем как у пойма баран черт побери но мне все еще было очень трудно начать доверять тебе это или тебе микки поэтому предложение принять участие в концерте было воспринято мной в штуки я думал что ты намеренно хочешь меня позорить как того и добывалась нет нет да нет 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 я вас не хотел я я никуда как нику была сама кота распакаться на беды и прижал я голове к своей груди покнувшись в нем подбородком оба как используют на среди как подушку бля когда это абсурд закончится еще при 5 6 7 тень конечно нет не хотел потом это поняла тогда мы надолго замолчали я переживаю слышно по-своему микка продолжат корить рен за неосознательность а она убежит подруга в том что недоверие осталось в прошлом что ну решил нарушить я почему-то ничего не сказал ольга дмитриевне ты думаешь кому бы она поверь больше мне странно молчали у пионерки который себе на уме сперва дня смены и виори доблестный сотрудница овенка которая обычно дети просто могли от или окриветать слишком очевидно ответ тем более думаю что вожата с ней по одну сторону баррикад уж очень мило не беседу свой ты на ты на меня все время смотрю когда я ел а я вот на них не хотел попасть в эту ловушку а когда вела не уже добилась моего назначения медпункт окончательно уверен в том что они сожат и заодно не со строя вертелка хотела это с какой легкость она потом до отдала меня слой на лодочную станцию сайт у к сегодня себя показалось такой страны наверно вилоги и сделать то же предложение что и мне и садка отказать не смогла но еще бы такие перспективы хотя не показалось страну что с одной стороны цель барона просит тебя устроить подкоп под божатую а другой по твоим убеждениям состоялась не в заговоре я как-то логики в этом не вижу ты думаешь не было до всех этих мыслей и каждый божий день начиналась мысль о том чтобы этот чертовая смена за после пускай закончилась и я его сильно ненавидел лагерь и поклял себе больше никогда не приезжать так бы все это благополучно закончилась опять ты плачешь да как же ты пил и на чужой захнула слезы но потекли слизи оглас на что произошло сегодня станции это унижением вынесли смогла было настолько противно существует что я богат была готова пойти на любые условия лишь бы наконец заткнулась а и условия были очень простые оставить тебя в покое а иначе бы так крепко с хотел меня за руку что я чуть было не скрипнула более иначе бы нас всем что на собой подсобки кубики генетика что это не сделано рассказал что мы подсобки смена вот этим заниматься учебой долбанутом это же время полица притронутся ваще так сказать а тут притаде переспались это подсобки блин смехотворство сейчас у нас идет такое боится еще боится так сказать ебаный рот ни хера меня там бред вылетела там эти навига там сделал такой что я хотел сказать и на пляже не могла теперь уже пришел пора задохнуться мне от негодования черт возьми как же свою ловку все продумала оказывается она была тем еще кукла вода атака милой даже симпатично показалось мне приводить и как и уж туда не распознал что она слишком ушла властилась ко мне я воспользуюсь мы не под потерянность чтобы стать ближе уже за все спланировала и тут я начинаю везде появляться с леном то мы едем месте кто-то снова она помогает не добираться то 22 вечера подряд вместе под по домам идем это все увидел кратко и сделал не утешительный себя вывод молодой человек у него водит и плевать что они что не у меня не у вены в планах небо за эти отношения тесне теснее дружеских тем более что пока и дружбы в помине неба и шалки попытки разговорить девочку который раз за разом наталкивались на волна рез замкнутости и хоть и время настроилась свечи и и больше больше еще больше так как же можно быть такой жестокой беспредельно сердечный саможата своей глупости и амбиции я думаю что когда в будущем осознаешь она творила то и будет очень стыдно мне все равно что будет будущем лишь хочу чтобы все это поскорее закончилось тоже позади наверное тебе все будет хорошо вольгать медокурс тоже натворили творили славя сэр барной и она обещала предпринять меры я нашла баки в новый прикол глаза устал пустив голову на мое плечо и думать тебе нужно лишь поспать и через такое прошло тебе вылечит будешь чувствовать лучше да я пожалуй и к вам поможешь и тогда конечно не беспокойся я буду с ней пока она не снят хочешь я тебя почитаю мика мику и 4 ты что маленькая я впервые логнулась как тогда очень хочу ну и саном я когда а я когда пойду на ужин вам поесть сюда принесу ли не лучше пока не ходить никуда мику с тобой посидит иванусь ириночка тебе никому не в обиду не дам а это она может я помню один мать века с этом никуда колеса вмазала что-то она ему что она и челюсть сломала я помню ох как она яростно так ударила там я помню матификация кажется кажется мод выхода нет потому что я помню там или другая модификация надо потом вспомнить а потом почитать совсем дурием отзывались спасибо ребят за все что для меня делать и если бы не вы если бы не мы покончил с собой в пряжи блин она пустила прикрыл глаза строго на вы готовы вновь расплакаться но мы с мику действуя на опережение и с обеих сторон об не девочка демонстрируя и нашу дружескую любовь и солидарь с ее печалью выйдя из домика я зачепнул в ладонях у прохладным воду мощный струёстик истекавший с крыши и умывал лицо каких-то несколько часов назад казалось что мы с леной окончательно рассорились и больше ничто в мире не способна помилить нас но люди действующие против нас и против наших дружб и парадоксальным образом вновь сблизили нас а еще как все-таки жизнь выяснила необычной штукой раз за разом перед преподносившись нам совсем неожиданные сюрпризы про неприятные огорчительные ну это расе складывалось как нельзя лучше я выдачу заглотного кармана чуть подосохшие рубашки четкие и прижался губам кресту спасибо тебе господи ты воистину велик и уже спереживать все вы спеку пропали так надолго хотела поначалину все порядке они спеку свои домики я только что оттуда и как она тайна есть тайна хотя похоже что я бы сказать до чего дошли си си эти интриги пока плохо мы с вами предполагали и половину того что эти что эти вот эти самые вот не знаю как их назвать чет их подери с ней делали мы сейчас поговорим но мы сейчас поговорим с леной не получше уже вроде поспать щас по прерывам с ними к уже обещал им снести ну хорошо а я пока думаю что нам делать с этим этим я пришел на кровать есть идея месяц она это что касается с вами главное сделать все возможно чтобы я не видела в другого выхода корм как поступить именно так что же это и пока еще до конца не уверен да я позже вернемся к этому да я все обдумаю еще раз все это все сложнее намного так не крути она важна член совенка без и страх никак было бы глупо влаги оставлять без ее попечения а что нельзя позвонить в райком попроси прислать нам другого врача три дня до конца смены сейчас искать свободу человека отправлять али ватсу сюда за 3-3 земель пересчитать ставку да еще в такой обстановке много бериократии никто с этим заморачиваться не станет но ведь если мы реализуем ваш план по нейтрализации сайта она ведь западут не ладно и а то скажет что поводом стоит то что они свела серия ты делали а я думаю ты не можем зажать если мы воспомнимся соли же все обстановкой и немного обернем ее наша польза после того что лена хотела сделать собой я был готов готов на липу подлость протисовать лишь бы она ощутила то же самое что ощущал я жертва но согласен и ежеду образцовым пионером а потому ухо я что мы и по пионерски поступим как так можно они по пионерски поступали клин клином убивать иначе увы никак вы не подумайте белые перчатки снял уже много лет назад просто у нас потом не привлекут за это не беспокойся об этом мы будем действовать паровом правом поле чем чем немножко не понял правом поем я что-то не хочу узнать пока что на этом лучше остановимся так пожалуй остановимся это сказать этот момент мы прошли в одном таком положить не то сказать ну хотя ровно конечно закончили с этим моментом обесившийся и сейчас будем мистичи с этим собакам всем спасибо всем пока